Библия ТВ Здравствуйте! Здравствуйте! Гюзель, вы так внезапно ворвались в нашу литературу всего лишь несколько лет назад и стали, наверное, сегодня в один ряд самыми лучшими писателями страны. Ваша книга, которая вышла «Зулейха открывает глаза», по-моему, три года назад, по-моему, была самым главным литературным событием не только того года, когда она вышла, но и последующих лет. Скажите, почему вы решили взяться за такую тяжелую и, наверное, сейчас не мейнстримную тему в нашем обществе? Спасибо, что пригласили пообщаться. У меня уже сейчас второй роман вышел буквально недавно, и его я представляю сейчас на книжной ярмарке. Что же касается первого, то его тема, она просто определена моей семейной историей, потому что бабушку мою, вернее, ее родители в 1930 году распулачили, и в 16 лет они привели в Сибири. Поэтому распулачивание «Булацкая ссылка» — это просто часть моей семейной истории, и она вдохновила меня написать роман. То есть я понимала, что, конечно, я буду писать об этом. Другое дело, что я искала разные формы, искала героев каких-то достаточно долго, но предмет описания, он был задан изначально моей семейной историей. И выбора, о чем писать, практически не было. — Скажите, не страшно было взяться за такую тему после книг Василия Гроссмана, после знаменитого исследования Александра Солженицына, после книг Варлама Шаламова? — Я старалась об этом не думать. Я себе запретила перечитывать все, что я читала до этого, все художественное. Читала только, старалась читать только первоисточники, научные труды. И я говорила себе и успокаивала себя тем, что я пишу скорее историю женщины. И для меня личная история героини была все-таки на первом плане, а исторический пласт был, несомненно, важен, но это был второй пласт. И когда я писала, допустим, следующий роман «Дети мои», я точно так же проходила через какие-то страхи, но там был страх иного рода. Там был страх писать от лица поволжского немца. Я сама татарка, и мне казалось, что я заступаю на чужую территорию, я пишу от лица, пытаюсь писать от лица человека другой национальности. Для меня изначально эта национальность была все-таки барьером. Я очень долго его преодолевала. Как молодому человеку лучше постигнуть язык, повысить свой уровень грамотности? Для этого необходимо все-таки изучение творчества писателей XIX века? Или современные писатели, они тоже могут помочь в освоении языка? Вы знаете, мне кажется, главное для, как вы говорите, освоения языка, для владения языком, это чтение, чтение хороших книг. Из какого эти книги века, мне кажется, не так важны каких-то рецептов здесь быть не может. Главное – читать. А какие писатели вам лично близки? Может быть, современные? Да. Из современных авторов я обычно называю неизменно Людмила Евгеньевна Улитского. Это тот писатель, книги которого я читала все. Конечно, Евгений Водолазкин, которого я очень люблю, ценю. И книги, которые вас ждут, сейчас будет новый роман. Кстати, он уже написан и где-то ближе к началу зимы появится в книжных магазинах «Роман Бризбан». И мне очень интересен Алексей Иванов. Интересен своей необыкновенной разнообразностью и своим таким очень серьезным творческим мужеством, потому что он идет в очень разные сферы и делает совершенно разные вещи. Вот эта богатая палитра, которая внутри него есть, и способность делать очень разное, она меня просто освещает. Литература вед, литературный критик, историк, профессор Лолова Кировна Звонарева. Здравствуйте, Лолова Кировна. Здравствуйте, Александр Альбертович. Расскажите, что сейчас происходит в детской литературе? Прошла презентация книги Марины Валентиновны Берестовой «Профессия дочь». И в зале Булгаковского дома собрались писатели, которые фактически в период своего творческого становления выросли на кухне у Валентины Валентины Берестовой. Ему они показывали свои первые опыты. Это была и Марина Бородинская, и Григорий Кружков, и многие-многие другие. Они так тепло вспоминали Валентина Дмитриевича, и было ясно, что действительно очень много таких неформальных кружков существовало и поддерживало творческую молодежь в 70-е годы. И много было ребят, которые относятся к литературному обществу «Черная курица», потому что в 90-м году при журнале «Пионер» было создано такое интересное сообщество. И сегодня многие из тех, кто тогда только дебютировали, они вошли в литературу очень серьезно и значительно. Это та, тот же Юрий Нечапаренко, это тот же Лев Яковлев, Марина Москлина, участвовала в этом движении Марина Бородинская и Сергей Седов. И приятно, что все так состоялись очень мощно. Но, конечно, огромную работу проводит сегодня фонд Сергея Александровича Филатова, и семинары молодых писателей, которые проходят ежегодно, они тоже дают удивительные результаты. И сегодня мы видим как бы новую волну в детской литературе, которая обращается к самым сложным темам, таким темам, как детское самоубийство, одиночество, трагедия разведенных родителей. Конечно, они пытаются искать свои пути в литературе, но при этом мы видим, что у них очень мощная перекличка и с лучшими писателями 70-х годов, всеми, кто тогда уже первым подходил к этим сложным темам. Альманаха Презентация шестого номера. Последние три года вы его возглавляете. Скажите, пожалуйста, какова главная задача этого альманаха, какими авторами вы гордитесь? Самая главная задача – это развитие литературного дара у детей. Он есть не у всех, но те, кто им одарен, способны развить таланты до небывалых высот. Мы лишь помогаем. Как ваша мама, музыкант по профессии первой, с вами работала, что вы так полюбили книгу, чтение и так рано начали писать и профессионализироваться? Я считаю, что лучший способ научить ребенка чему-либо – это дать ему правильный пример. В наше время даже взрослые мало читают. И если вы хотите дать ему ребенку достойное будущее, то покажите ему достойное настоящее. Замечательный детский писатель Валерий Михайлович Воскобойников. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте. Валерий Михайлович, вы уже были в гостях у Библиотв, и я бы хотел у вас сегодня спросить. За тот период, а это уже прошло, по-моему, полгода, я слышал, что у вас вышло очень много книг. Можете вы о них рассказать? Ну, не очень много, но вышли пять книг в издательстве «Оникс». Ну, четыре из них – это переиздание, а пятая стоит вот тут рядом со мной. Вот. А остальные книги не успели выйти по причине перегруженности типографии и приедут в понедельник или вторник там или в среду в свои издательства. Валерий Михайлович, я, конечно, очень хорошо знаю и люблю эту серию «Жизнь замечательных детей». Может быть, вы расскажете все-таки, что это за серия для наших зрителей? Да. Ну, дело в том, что я вообще с детства, ну, с детства увлекался, как бы, историей человечества и научным познанием. Вот. Ну, и читал, естественно, «Жизнь замечательных людей» эту серию. Но однажды я подумал, что многие книги «Жизнь замечательных людей» написаны прекрасными учеными, но они вовсе написаны не для детей, а для взрослых людей, а порой просто специалистов в этой же области, в которой герои книг были. Я должен сказать, что я пишу только про людей, в которых влюбляюсь. Вот. Для того, чтобы написать хорошо, мне необходимо влюбиться. Иначе, иначе получается занудное писание. Я никогда в жизни этого не делаю. Вот. Ну, вот здесь, скажем, из российских героев Репин, ну, ему спасибо. Он написал сам свои воспоминания, ну, не для детей, а для взрослых. Вот. Поэтому о его детстве писать было легко. Ну, вот, а для того, чтобы написать о Гагарине, я уже общался с его родственниками в свое время. И вот они мне рассказывали. У него много и брат, и сестра, и племянница, которой он участвовал в ремесленном училище, копил деньги. И говорили, ты что, миллионером хочешь стать? А он откладывал, ну, в то время, в голодное время, вообще-то, деньги на то, что он своей крестнице, племяннице, купит трехколесный велосипед. Ведь никто не знает, что, вообще-то, Гагарин выступал крестным отцом, вот, при рождении своей племянницы, следовательно, сам был крещен. Вот. Вот так. Ну, вот. Значит, ну, это они мне рассказали. Вот. Вот. Какой. Он был, на самом деле, замечательный человек. Поэт Галина Климова. Галина Даниэльевна, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Как вам вот эта вот книжная ярмарка? Лучше? Хуже? Ну, что, книжная ярмарка – это всегда праздник. Это праздник книги. И для взрослых, и для детей, и для тех, кто читает, или для тех, которые уже давно не читают. Но все-таки они подходят, они смотрят и что-то выбирают. Мне кажется, что это очень здорово. И, конечно, хорошо, что эти ярмарки проводятся регулярно. И вы видели, какие очереди в кассу. Я даже не поверила, что это очередь в кассу на книжную ярмарку. Я подумала, ну, какой-нибудь фильм или какого-нибудь шоу. Народ стоит на солнцепёке. Это радует. И вспоминаются старые добрые времена, когда в книжные магазины устраивалась очередь. Поэтому я рада, что на ярмарке очень много людей, что очень много издательств представляет продукцию невероятного совершенно диапазона. Мне кажется, здесь каждый найдёт что-то для себя. И покупают толстые журналы. Нам бы хотелось сказать, чтобы их покупали больше, но, тем не менее, покупают. И подходят все с одной просто сакраментальной фразы. У меня на даче лежит подшивка нового мира. Или дружбы народов. Или знамени. И вот это. Или у моей бабушки и дедушки это всё было. Или мои родители это читали. Мы говорим, ребята, ну так и вы начинаете читать. Кто-то начинает. Этот праздник книги, который нам ежегодно осенью предоставляет ВДНХ, я думаю, что должен продолжаться. И было бы здорово, если бы эта книжная ярмарка расширялась и привлекала как можно больше людей. И, конечно же, она говорит о том, что читателей в нашей стране, несмотря ни на какие инсинуации, становится больше, ну или, по крайней мере, не меньше, чем было раньше. Галина Даниэльна, но в первую очередь, всё-таки, я бы хотел вас попросить прочитать что-то нового из своих стихов. Я очень люблю Армению. И у меня большой есть цикл стихов, посвященных Армении, связанных с Арменией. Вот одно из них. Называется «В Татевском монастыре». Оливы Татева, младшие сёстры Оливки Всеманского сада, без пафосного фасада стволы. Вот келья отшельника, вот домовина, а вот дупло. Открыто, тепло, слышно, как отец Микаэл умылся, отойдя от суетных дел. Руки к небу воздел и запел молитвы о детях, как о великом даре, пятый, десятый, без счёта, бездетный семейный парень. Почти через год одна из олив приумножила род. Библейские матери юны, отец Микаэл, сердце горе. И вновь запевал, плакал, просил, и клянчить не уставал. Скольких вымолил, скольких крестить успевал. Вот ещё одно стихотворение. Вот и семейное дерево зацветает, сплошь междометия, но уроки зимы. А всё, казалось, тепла не хватает, и вроде бы стыдно попросить взаймы. Ведь ни мне, ни тебе отдавать нечем. И вдруг зацветает, растительный вызревает свет, лепестками, тычинками, возгласом человечьим. Только речи о нас ещё нет. Спасибо, Галина Денина. И вам спасибо. Поэт, главный редактор литературно-художественного журнала «Дружба народов» Сергей Александрович Надеев. Здравствуйте, Сергей Александрович. Спасибо, что пришли к нам. И мой первый вопрос. Я знаю, что прошло уже довольно большое время после того, как вы возглавили старейший литературный журнал страны. Скажите, удалось ли вам что-то изменить в этом журнале так, о чём вы можете сейчас с гордостью сказать? Ну, разумеется, удалось. Во-первых, авторский состав поменялся за вольностью. Во-вторых, мы произвели ребренье, и с этого года, в те же время нет журнала, выходим под другой обложкой. Ну, и могу сказать, что у нас печатаются такие писатели, которые раньше никогда не печатали слово «Слышок». Например, Сергей Самсонов, Элтонг, Макс Фрай. Сергей Александрович, я вас знаю как поэта, и вы автор, по-моему, пяти книг поэзии. Ну, да. Вот. И я бы хотел, чтобы вы рассказали немножечко о вот такой стезе своего творчества, как поэзия. И, может быть, даже прочитали бы какое-то своё стихотворение. Ну, я, во-первых, хочу сказать про эту книжку. Это книга, составленная из пяти книг, опубликованных выше, чем раньше, которые представлены здесь в таком виде, в каком я бы хотел их видеть. И самое ценное здесь, это где-то на четверть книги составляют автокомментарии. Это комментарии к стихам, комментарии к созданию книг и так далее, что-то подобное. Очень интересное чтение. Значит, здесь есть ещё одна книга, которая была как литературной мистификацией. Это мои стихи, изданные без авторства. Вот. Она в своё время получила рецензии в знамени и в новом мире. Ну, в общем, вот такая вот игра. Я вообще считаю, что в литературу надо играть, потому что серьёзность – это не про нас. Только рыжие лезвия в полумолочной кальке, да затхлый запах парадного, да подзёмка листвы из-за угла – это всё, что рассталось от полуприличного слова «Питер». Лингвистический казус или логика? Каламбур или шпилька? Господи, да чего это кошмар? Давай лучше в воду глядеть и щёлкать дорогие окурки в волну. Ничего, всё пройдёт. И тоска, и желание быть по Неве, под потрескавшимся небосходом, под горбатым литейским мостом. Почему-то Верлибр без отсчёта печальнее, чем стихи. Наверное, от того, что в нём и на йоту нет гармонии. Ничто его не держит. Ни риф, ни риф, ни мысль. И так было там дня дигитайзера или происки другого красавца. И всё-таки подпись. Я не умею писать Верлибры, и стихи писать я тоже разучился. Да зачем мне тогда грамота? Непочётная, нет, такая. Залезняк не помог. Кто утешил? Благорея, удел закалённых, знащих слову цену. Знай, нежея словарный запас, покуда леска не ломит. Нанизывает бутылку грустник. Жена для пусть на метр бегу. Со своей нежной полицейской любовью ты меня не путай. Не так ей просто. Подумаешь, слёзы на подушке, да сыновья синяк. Месть, вот что трогает сердце. Лярва, мужское день. Но и оно уходит в песок. Деревность наскучит. Но не бойся ты, ради Бога, Наедине остаться с болью под языком, Словно с таблеткой рвотной. Мне тоже не надо. Вот такого простого итога. Слишком вычурок и не втизнуть слова. Нахотелось бы солнце, Не утреннего чая, На бледно, Из бледно-голубых блюд. Бездумный, Безответственный был корон. Спасибо, Сергей Александрович. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok